Пришли мне с Amazon такие коробки, это Joby Gorilla Pod, а вторая вообще большая, я не ожидал такого размера, непонятно что такое внутри. Версия для Sony, для большой камеры, а здесь версия для Blue Profi, сейчас открываем и смотрим что там внутри. Вау! Такая вот красивая коробочка. Так, здесь крепление сразу же для GoPro идет. Да, тут два крепления, одно на GoPro, а второе на обычную камеру. Так, оно крепится. Здесь, конечно, не так, как в китайской версии, что нажал кнопку и камера улетела. Здесь, чтобы достать ее, надо нажать и силой достать эту камеру. Это, конечно, огонь. Вот такая вот система, чтобы направлять камеру. Очень круто. И здесь зажим. Блин, то, что мне надо. Как этого не хватало в путешествиях. Просто обалдеть. Она крутится по кругу. Ох ты что, как мягко работают эти штуки. Вообще огонь. Блин, как такой штуки не хватало. Да, на первый взгляд она стоит своих денег. Супер. Сейчас будем открывать большую коробку. Вот она. Там еще больше штатив. Обалдеть. Пусто. Жесть. Непонятно, зачем нужна была такая большая коробка. А то я уже испугался, что там слишком большой штатив. Обалдеть. Какая красивая коробочка. Просто супер. Открываем. И вот он красавец вылазит. Обалдеть. Блин, какой же он классный. Первым прикосновением чувствуется качество этого трипода. Резина совсем другая. Не такая как китайская. Вообще огонь. Вау. Просто обалдеть. Так же как и у маленькой версии есть уровень. Да, эта штука стоит своих денег. Она настолько крутая. Вообще огонь. Блин, ты когда будешь снимать, ты будешь чувствовать себя человеком. Вообще, бля, так нравится. Здесь такое поворотное крепление. Его можно зафиксировать с помощью этого колесика. Оно такое все мягенькое. Здесь резинка. Просто приятно крутить. Кроме такого поворотного механизма, здесь есть еще второй поворот. Он закрепляется и ослабляется тоже с помощью этого колесика. То есть легко крутится. Колесико закрутили, оно не крутится вообще. Здесь тоже специально сделано, потому что здесь есть отверстие. Можно вот так вот поставить камеру боком. И повернуть, куда вам нужно. Это вообще настолько круто. Это тот самый китайский трипод, о котором я говорил. Смотрите, что с ним случилось. Вот эти все резинки. Они просто подлетали. И качество этих резинок не знаю. Но оно желает, конечно, лучшего. Кнопка, чтобы снять камеру. Вот она нажимается. И эта штука просто выпадает. Если бы это была камера и снизу был бы асфальт. Но вы понимаете, что было. В новом триподе такого не случится. Я столько с ним намучился. Из-за того, что эти резинки подпадали, он уже нигде не крепится. И ему, блин, там, не знаю, месяц от силы. Вот новый трипод. И здесь кнопка более массивная. Если ее нажать, камера не отлетит. Здесь нужно силу приложить. В отличие от этого китайского. Еще поворотный механизм вот этой головки. Который можно после закрепления штатива крутить камерой. Чтобы установить нужный угол. Он просто здесь настолько отстойный. То есть, если вы даже установите. Через время он повернет в другую сторону. И оно никак не закрепляется. Не вообще. Здесь же вот эта головка крепится с помощью колесика. И резинка на этом колесике. Просто не знаю. Вот хочется к ней прикоснуться. Она настолько приятная. То есть, повернули куда вам нужно камеру. Закрепили. Это просто офигительно. Я безумно рад этим триподом. Они очень крутые. Качество пластика и резины обалденные. Вот эти повороты такие жесткие. То есть, крепить камеру будет вообще резин. Здесь немного мягче. Но зачем жестко для GoPro? Она легкая. Вообще настолько круто. Просто. Всем советую такие триподы. Вот эти все поворотные механизмы. Крепления. Просто супер. Когда я видел картинки. Не ожидалось, что они будут настолько качественно сделаны. Мне дали кучу пенопласта вместе с триподами. Не знаю зачем. Они думали, что они побьются. Дальше я их буду возить без этого пенопласта. Я отправлюсь на улицу. И попробую закрепить камеру. Большую Соньку. Хотя она у меня не такая уж и большая. Но все равно. Просто очень хочется. Один на забор ее прикрепить. И снять какой-то таймлапс. И маленькую GoPro. Тоже закрепим. Проверим. Насколько это будет удобно. Так что погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот трипод очень удобен. Его используют топовые ютуберы. Им легко снимать селфи. Установить где-то на дерево. Либо сделать тройную поддержку. Для снятия плавных видео. Также с помощью этих ножек. Можно отрегулировать высоту камеры. С помощью головки. Отрегулировать угол камеры. Это настолько удобно. И быстро можно делать. Поэтому все используют. Горилла Под. И вам рекомендую. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова